Рождество Божьей Матери празднуют католические верующие во всем мире. Этот день был включен в церковный календарь во второй половине V века. 8 сентября считается днём рождения Пресвятой Девы Марии, большой праведницы, помощницы и заступницы, которая рождением Христа сделала первый шаг к вечному спасению всех людей. В Новом Завете содержится очень мало сведений о жизни Богородицы Девы Марии. Вся информация о ней известна из апокрифов, которые являются частью католических традиций. Христиане всегда обращались к Богородицам, просили у неё защиты, благословения и процветания. Вот и сейчас люди приходят в костёл, чтобы обратиться к Пресвятой Деве. В этот период также освещают зерно, которое в последующем будет посеяно. Верующие приносят и семена помидоров, огурцов, фасоли. Считается, что благодаря этому урожай будет большим и хорошим. В этот день люди молятся за всех работников поля, тех, кто работает на земле. Весь день, на каждой службе мы освещаем, а сегодня свято такое целый день. Сегодня верники, что я зауваживаю, что за все-таки есть марины свято, то есть, что датычить Мати Божией за все-таки вельми шмат верников. За все-таки вельми шмат верников. Наверное, когда день працы, когда день вельми заняты, может, сегодня кто-то где-то бы был навез, но все равно приезжают все на службу, как бы быть на святое имше, на службу, как бы дяковать Пану Богу за этот великий дар Мати Божией. С этого дня для католиков начинается новый церковный год, поскольку история Нового Завета начинается именно с появления Марии, престолом Бога, благодаря которой в мир явился Иисус Христос. Также на Рождество Богородицы принято поститься. Нельзя употреблять мясо, непостную пищу и алкоголь. Редактор субтитров А.Семкин